История о пенсионерке, хладнокровно убившей своего квартиранта, обрастает слухами. Жители Березовки подозревают 80-летнюю женщину в каннибализме и боятся, что ее выпустят на свободу. Почему бабу Соню, подозреваемую в убийстве, называют Сипатой? В репортаже Наталья Приходько. Баба Соня. Так зовут местные жители 80-летнюю старушку, которая прославила Березовку на всю страну. В конце января дети обнаружили рядом с теплотрассой отрубленную человеческую руку. Позже правоохранители нашли в мусорных контейнерах голову и другие конечности. А еще через несколько дней по трубам нашли и туловище. Личность погибшего установили быстро. Им оказался 52-летний дворник, который снимал комнату 80-летней женщины. В ходе обыска в данной квартире криминалисты обнаружили его кровь. Вы бы ее видели на утро. Вот ни один мускул у нее не дрогал. Она ходила. Мы вот так же не сидели тогда. А вы не подозревали, что она в пакетах несла? Так вот, а Тамара вообще с ней разговаривала. Доброе утро, баб Сонь. Во время обыска в квартире пенсионерки обнаружили внутренние органы убитого. Местные жители подозревают ее в каннибализме. Когда-то женщина работала на свиноферме, забивала скот. Она запасливая такая дама была. Мы поняли, она там и внутренние органы запасала. Спросим местных осведомительниц. Мы 30 лет с ней жили. И все мы про нее знаем. Два сына у нее. Материлась сильная. Вот эту билю. Вот так вот палкой подошла, как живот ей дала. По неподтвержденной информации, женщина может иметь отношение к исчезновению нескольких человек. Так, 83-летняя местная жительница в сентябре 2017 года ушла гулять с собакой и не вернулась. А в прошлом году в лесополосе обнаружили ее череп и больше никаких останков. Не нашли и девочку, которая жила в одном подъезде с обвиняемой. Также бесследно исчезла женщина, которая после продажи квартиры остановилась у своей знакомой, бабы Сони. Когда женщина пропала, ее на трое суток запирали. Бабу Соню? Да. Дочь в Москве этой женщине была. Никто не заявлял. Скорее деньги взяли и уехали. Она приезжала вроде 3 миллиона. А это вы говорите про ту, которая квартиру продала. А девочка когда пропала? В пятом году, 15 декабря, недели через две, мужик нашел на помойке эти мерзлые пакеты с мясом, принес домой, хотел собаку сварить. А там лицо девочки оказалось. Вот стоит допоздна и детей зазывает. Я тебе конфетку дам, пойдем. На чаек, да, зайти? Страшно-то жить тут было с ней. Но мы же ее так не знали. Это же все были дома. А сейчас? А вот оборимся, что как бы ее не выпустили. И нам не выпустят, а нам надо убегать от цены. 79-летняя старушка, как она могла вот топором? Мы даже сами. Она же сильная вон какая. Вот здесь находится ее квартира, где все и происходило. Не опечатано. Ну, возможно, потому что сюда приходят ее сыновья. Давайте соседей спросим. Утром слышала, что она очень часто выходила. Туда-сюда ходила, бродила. Кто-то увидел, что она даже подушки какие-то выкидывала. Как охарактеризуете ее? Ну, не знаю. Мы с ней общались, вроде бы нормально все было. Животинка частенько у нее пропадала. Кто заведет кого-то, кто-то поскулит, поскулит и все. И потом нету никого. Что там что-то происходило, даже подозрений никаких не было. У нее единственное, что в зале ковра не было. Никаких подозрительных звуков, ничего такого не было? Ну, почему? Звуки были в этот вечер, но мы же ничего не видели. А что за звуки? Ну, просто как мясо рубят и все ножом об доску или топором. Заглянем в обслуживающую организацию, где работал дворник Василий. Ну, устроился он в начале августа к нам. Ну, что, добродушный дяденька такой. Он получил заработную плату и на следующий день, ну, у нас как бы отслеживаем мусор, чтобы собирали. И на следующий день я начала его искать, телефон уже был недоступен. То есть, а до этого он мне сказал, что он поменял место жительства, а куда, не успел сказать. С вами она тоже успела поскандалить? Ее слышно было, если она идет с коридора. Сипатая, да, ее на районе обзывают. У нее голос такой с присвистом. В убийстве девочки, которая пропала более 10 лет назад, обвинили двух молодых людей, которые нашли ее сотовый телефон. Свою вину в убийстве дворника пенсионерка не признала и сотрудничать со следствием отказалась. Однако улик достаточно, чтобы предъявить ей, по крайней мере, одно убийство. Расследование уголовного дела продолжается. Наталья Приходько, Илья Васильев, Большой город Лайф.